Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Адмироли Плей, четвертый сервер, у них здесь легенда футболь, не забывайте вводить вонюху регистрации и также не забывайте вводить вот промокод, пишите МН, потом десятый пункт промокод и пишите вот такой промокод. Как только вы отрагаете 7 часов, вы получите 50 тысяч, а при этом вводите мой промокод. Ну что ж, чуваки, сегодня у нас новая серия и я хотел сегодня кое-чем другим заняться, но по названию ролика вы думали, чем мы сегодня займемся. Не, нихуя. А именно мы будем приводить, наверное, скорчь в пацанский вид, то есть, наверное, покрасим его, поставим диски, если мне денег хватит, у меня всего лишь 560 тысяч. Я сегодня хотел вообще на вот этой автомобиле, вот этом, понимаете, на Ла, на Феррари, да, Ла Боргини, конечно, на Феррари хотел по горам полетать, поездить, посмотреть, куда надо лететь и так далее, но, блядь, механики не принимают мой вызов. Вот, пацаны, сколько уже я не могу ее починить? Их где-то около, наверное, двух месяцев, она у меня стоит сломана, понимаете? Это просто пиздец. Поэтому, сегодня мы берем нашу Сиерку, любимую, красавицу, и едем ее тюнинговать. Я уже спросил, обинов, где СТО, потому что карта поменялась, я, блядь, овощ, до сих пор не знаю, где СТО, блядь, где что и так далее. Здесь я, кстати, вообще не ездил, в этой местности, поэтому сейчас будет интересно здесь прокатиться, но дорогу я снимать не буду. Все, пацаны, как только до СТО, я продолжу. Также, сегодня мы получим номера тоже на вот эту Сиерку. Но это не точно. Так, я знаю, что не в тему, пацаны, но, блядь, какая охуенная военная база, смотрите, просто ворота, звезды на воротах, железная дорога здесь. Блядь, я реально здесь не ездил, пацаны, это очень круто выглядит, реально прям по кайфу просто, просто по кайфу. Давайте пробуем здесь проехать, кстати, аккуратненько так, чисто по РП, все-таки РП сервак, пацаны, я думаю, все понимаете. Блин, как же железная дорога классно сделана, то, что, знаете, в обычной криминалке. Ну, это тоже криминалка, но это типа 037, поэтому, я думаю, вы все понимаете. Здесь домики все выкуплены, конечно же, деревушка такая, кстати, прикольная. Мне надо как-то понять, как отсюда выехать, потому что я вообще не знаю, где здесь выезд. Ну, скорее всего, нам нужно ехать в эту сторону, да. Блин, очень классно все сделано, пацаны, надо будет реально покататься, либо постримить. Если хотите стримчанский, пацаны, ставьте просто лайк. Так, я выехал, получается, Болиджик Батырева, отлично, все. Теперь можно ехать, получается, в СТО. СТО у нас находится в Арзамасе. Так, там какой-то чувак, давайте его подвезем, я думаю. Главное, чтобы он мне тачку не украл. Да, пацаны, как я и думал, он решил мне тачку спиздить, да? Да, ебать и блан, просто. Я вот не понимаю таких людей, нахуя. Просто нахуя так делать, я вот не понимаю. Попробуем машину заспаунить. Хуй тебе. Он такой. В вашем гараже есть транс. Просто, пацаны, пиздец, понимаете, на ровном месте тачку пизднули. Я, блядь, так и знал, что, сука, антибрыжиком, нельзя верить этим гандонам ебаным. Чё, блядь? Вы чё, блядь, сука, нахуй? Ну шо, пацаны, буду релохаться и чё-то думать, блядь, потому что это пиздец. Вы просто не представляете, насколько у меня бомбит, из-за того, что из-за этого Рышлана все планы пошли под откос. Просто я из-за него теперь не могу нормальную серию записать. Придется устроить на него охоту. Я тебе ебальник набью. Я уже договорилась, за тобой едут, блядь. Поэтому мы арендуем сейчас Раптор и едем за этим пидорасом. Я буду по GPS машину искать. Я, сука, его найду сейчас и пиздыму. Такой вломлю, блядь, потому что у меня реально бомбит от них людей, нахуй. Я, сука, решил ему помочь, подвезти его, а эта гнида мне тачку украла. Сука, вот эта гнида, блядь. Иди сюда, нахуй. Иди сюда, сука, пидорасок, уступки. Иди сюда, нахуй, тебе пизда, блядь. Ага. Правильно, блядь. Убри, сука, на, блядь, откинулся гандон. На, на, сука, еще хочешь, на. Все, блядь, приплыл. Ебаный рыжик, сука, как я их ненавижу, просто сдохни, пидор. Реально, блядь, бомбит. Просто пацан наказал ебаного рыжик. Потому что по-другому это не назвать. Реально бесят просто такие люди, которые машину воруют, блядь. То надо было, сука, ремень пристегать, долбою. Теперь, блядь, ввется тачку как-то чинить, пацаны. Да уж, видите, из-за такого одного еблана вся серия пошла по пизде. Поэтому я так и сарился. Извиняюсь за маты. Ну, потому что по-другому это не назвать. Ты останавливаешься, хочешь помочь человеку подвезти его, он тебя ворует машину, блядь, и катается. Ну, это ненормально, я думаю, вы понимаете. Но с тобой, что я, блядь, додумался арендовать тачку, блядь, я должна дать ему пизды. Не видитесь на рыжиков, блядь. Рыжики-то поздные создания, так сказать. Вот он был живой пример, в принципе. Надеюсь, после этого рыжики больше не будут у меня машины воровать, блядь. А какого хоя она не заспавливалась, мне интересно. В смысле, а чё наш там? Я ж и не там парковал. Чё за бред? А у меня должна была в ваш дом появиться. Какая-то, пацаны, вообще мистика непонятная. Она показывает, что там находится, а на самом деле она здесь стоит. Всё, поехали, ДС-8, сейчас всё отвезём, подчиним, всё будет нормально. Всё, поехали, пацаны, подчинем её. Походу в этой серии мы не будем её тюнировать, потому что... Ну, короче, вы знаете почему. Фух, пацаны, всё, я подчинился, всё нормально. У механика за 300 рубасей подчинил полностью машину. Я думаю, это будем заканчивая. Тюнинг будет, пацаны, в следующей серии. И получение номеров также будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых серий, вводите мой промокод и рейтимись со мной в Радмире. Всем пока-пока.